новой жизни, той жизни, в которой существуются все ваши мечты, все ваши желания, но только при одном условии. Если вы, конечно, будете четко выполнять все условия и рекомендации нашего клуба, у вас будет две жизни. До Reflame, где вы жили от зарплаты к зарплате, и после. Где есть успех, где есть признание, где есть счастливый и здоровый образ жизни, где есть большие чеки, где существуют все ваши мечты. И вы спросите, что же надо делать? Суть этого видеоролика объяснить вам всю суть нашего интернет-бизнеса. Рассказать, что делаем мы и что, конечно же, будет необходимо сделать вам. Ну, не без нашей помощи, конечно. Но только, если вы, конечно, хотите стать успешным. Пройдя регистрацию в компании Reflame, вы даете свое согласие на смену магазина, где вы раньше покупали товары для себя и своей семьи. В чем же преимущество такого рода смены в магазинах? Что ж, давайте об этом узнаем. Во-первых, персональный магазин с продуктами в любое время. Шведские продукты высокого качества. Покупки напрямую от фирмы-производителя. Экономия семейных бюджетных средств. Чтобы вы понимали, в чем именно здесь экономия, рассмотрим классическую схему продвижения товара и продвижения товара с помощью сетевого маркетинга. Итак, классическая схема продвижения товара. Есть фирма-производитель, у которой есть товар. Есть покупатель. Как видите, здесь осталось много места. Как же от фирмы-производителя товар доходит до покупателя? На пути от фирмы-производителя непосредственно покупателя существует еще несколько, скажем так, подфирм. Есть фирма-производитель, также крупный оптовик. Далее мелкий опт, магазин или супермаркет. И только тогда товар доходит до покупателя. Но что же происходит все это время, пока товар ишел на прилавки магазина, а уже с магазина непосредственно к нам, покупателю? Фирма-производитель поставила цену, скажем 100%, и по стоимости 100% продала ее крупной оптовой фирме. Крупный оптовик перепродал данную продукцию мелкому оптовику и поставил уже свою цену 150%. Мелкий оптовик уже непосредственно продал ее, допустим, в магазину, но поставил свою цену 200%, чтобы покрыть, соответственно, свои расходы и получить какую-то прибыль. И магазин уже непосредственно продает нам ее по своей цене, чтобы покрыть расходы и навариться еще немного на нас. Таким образом, видите, что пока продукт проходит весь этот путь, и я нарисовала маленькую схему, на самом деле эта схема гораздо больше. Изначально стоимость товара 100%, к нам она уже дошла по 250%, то есть себестоимость данного товара 100%. Нам ее продали за 250%. Я поставила проценты, чтобы вы лучше понимали, каким образом накручиваются данные средства. Но есть одно но. Между фирмой и покупателем существует достаточно-таки большой путь. И кто сказал, что сюда нельзя внедрить подделку? Допустим, есть такой гражданин, как Иван, который научился делать точно такие же упаковки, скажем, тушилориаль. Что ж, точно такая же упаковка. Все то, что внутри, это не имеет значения. Логотип можно клеить любой. Главное, что флакончик. Идентичный. Ничем не отличишь, если возьмешь руки от настоящей тушилориаль. И поставил цену, скажем, не 200%, а 150%. Что же сделает магазин? Магазин, соответственно, ему выгоднее купить больше туши по цене, которая ниже, чем ему предлагает мелкий оптовик. Таким образом, магазин делает такую схему. Он, магазин, покупают у Ивана туши по 150%, скажем, 80% данных тушей он берет у Ивана. И всего 20% он возьмет у мелкого оптовика, то есть настоящей туши. И что же в итоге возникает вопрос? Что же купил покупатель? 80% подделки ему попалось? Или те 20%, которые были настоящими? В этом главный вопрос. Мы не знаем, что мы покупаем, когда приходим в магазин. Потому что, к сожалению, это правда. И это ужасная правда, что 80% товаров на полках наших супермаркетов является подделкой. Есть масса роликов, подтверждающих это. Вы видели это в новостях. И вы знаете, что очень много появилось таких, как Иван, да, скажем так, фирмы, которые делают подделку. На любой продукт. Я просто взяла туши, это может быть совершенно любой продукт. Подделку. И что мы покупаем? Где гарантия того, что мы покупаем настоящий продукт, тот, который мы хотели приобрести изначально. Ведь путь достаточно-таки большой. И внедрить подделку очень просто. Что ж, а теперь давайте рассмотрим схему продвижения именно по сетевого маркетингу. Есть фирма-производитель. В нашем случае это компания Арифлейм. Есть покупатель. И между ними путь. Напрямую может быть. Мы можем покупать продукты у компании Арифлейм. Собственные их продукты. У компании Арифлейм вы знаете, что есть свои заводы. Вы знаете, что у компании Арифлейм очень строгий контроль качества. Компания Арифлейм натуральная продукция. И мы можем у фирмы брать напрямую. Те продукты, которые нам необходимы. Это может быть какие-то принадлежности для умывания и так далее. Или это могут быть витамины или еще что-то. Все то, что мы берем в обычных супермаркетах, в аптеках и так далее.